Представляю вашему вниманию сервисный центр GSM Moscow. Самые низкие цены, а также интернет-магазин Sklades, продаж запчастей по всей России. Всем привет, с вами GSM Moscow. Сегодня мы заменим контроллер тачскрина на iPhone 5S, 5C и SE. Почему я перечислил все эти три модели? Так как три этих печатных платы идентичны на 99%. Конкретно это печатная плата от iPhone 5S. Приступим. Для начала нам необходимо снять металлическую защиту. Она снимается довольно-таки просто. Если вы дошли до этого видео, у вас не составит трудности ее снять. Вот, данная микросхема находится вот здесь. Ее и будем мы снимать. И установим вот эту вот новую микросхему. На данном аппарате проблема с сенсором. То есть тут не работает тачскрин. Приступим. Для замены микросхемы данной микроскоп не понадобится. Я вам приблизил под микроскопом, чтобы вам было лучше видно. Наносим флюсы. И отпаиваем микросхему. При температуре 320 градусов. Но у вас температура может быть иная. Это все зависит от вашего фена. Направляете поток воздуха именно на данную микросхему. На соседнюю микросхему, чтобы воздух не попадал. Иначе они могут выйти из строя. Теперь снимаем саму микросхему. Все. И зачищаем контактную площадку. Это мы делаем паяльником. Теперь в каких же случаях нужно нам менять данный контроллер. Если на вашем аппарате плохо работает сенсор, либо он вообще не работает, и проблема не в тачскрине, то есть если вы меняете дисплейный модуль, и на аппарате все равно не работает тачскрин, либо он плохо работает, либо сам по себе живет своей жизнью, то это большая вероятность, что это проблема в контроллере тачскрина. Его нужно заменить. Все. Теперь устанавливаем новую микросхему. Мы предварительно с другой стороны на нее тоже чуть-чуть нанесли флюса. Из-за этого на ней следы флюса. Но мы все равно после ремонта будем отмывать печатную плату флюксовым, чтобы она была чистая. Все. Теперь разогреваем новую микросхему феном, установив 320 градусов. Но на вашем фене может быть иная температура. Как больше, так и меньше. Это зависит от вашего фена. Все. Теперь разогреваем ее до того момента, как она припаяется. Чтобы определить, припаялась микросхема, вы можете ее немного пошатать пинцетом, но только не сильно, и сильно пошатайте, а вы можете ее сильно шатнуть, и вам придется заново ее устанавливать. Все. Микросхема припаялась. Когда будете ставить микросхему, поставьте саму микросхему ровно. Чем ровнее ее поставить, тем лучше. Вот мы поставили контроллер тачскрина. Теперь нам необходимо почистить печатную плату флюксовым от флюса и поставить металлическую защиту. Но металлическую защиту ставится просто, так что мы эту работу показать вам на видео не будем. Все. Мы поставили металлическую защиту. Мы вам на данном видео показали, как заменить контроллер тачскрина на айфоне 5S, SE и 5C. Всем пока. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!